Несколько стволов, неестественно растущих вплотную друг к другу. Эти деревья – потомки той липы, которая была высажена здесь два века назад. Вместе с едва различимым рвом обваловки – это единственные зримые следы, оставшиеся от Неклюдовского проспекта, который когда-то вел к усадьбе Голицыных. Вплотную к проспекту сейчас частное владение СНТ «Яблонька». Вот буквально еще несколько лет назад в месте, где мы сейчас с вами находимся, также проходил старинный обводной вал этой дороги. Ну вот он был в недавнем прошлом срыт, деревья, к сожалению, тоже были вырублены, и вот была сделана такая вот сквозная проездная дорога в СНТ. Отцепная дорога от СНТ незаконна. Должна быть немедленно ликвидирована. Она идет по заливным лугам исторического памятника и может привести к возникновению стихийных свалок, считает местный общественник Мария Елисеева. Вот эта дорога незаконно построенная, она является не просто нарушением федерального закона 73-го и нарушением проекта охранных зон усадьбы Везема, утвержденного губернатором Московской области, но она и является фактически ящиком поддора для того, чтобы вот эти луговые ландшафты были уничтожены свалкой очередной. Если дорогу убрать, то встает вопрос транспортной доступности СНТ. Краеведы предлагают проложить новую дорогу буквально несколько десятков метров вот через этот лесок. По их задумке она будет идти по верхней Клюдовского проспекта. Должна быть однополосной, а сделать ее лучше из природных материалов. Фактически это будет восстановление исторического ландшафта времен Пушкина и Голицыных. Хотя можно было просто восстановить историческую дорогу. Она требует минимальной отсыпки, и она могла бы быть действующей. И фиксировала бы историю, были бы удовлетворены и люди, радеющие за культуру наследия, ну и жители, которым нужно въезжать к себе домой. Против проекта восстановления Неклюдковского проспекта категорически выступают несколько десятков местных жителей. Татьяна Алексеевна говорит, что один из ее предков был управляющим в усадьбе Голицыных. Если дорога появится, спокойной жизни придет конец. Я за культуру, я за своих предков. Я сама здесь родилась и прожила всю жизнь. Никуда отсюда не выезжала. Здесь мои дети. Здесь тихая, мирная жизнь была. Никаких дорог не было, кроме Мажейского шоссе. Как только водители узнают про дорогу, через их небольшой квартал ринется весь федеральный транзит в Москву. Вот чего опасаются местные, объясняет активист Петр Мочалкин. Мне не нравится следующий, и не только мне, но и другим жителям. Потому что строительство здесь автомобильной дороги может привести к появлению в данном заповедном участке потоков транзитного автомобильного транспорта. Утвержденного проекта строительства новой дороги, как, впрочем, и ликвидации существующей старой, нет. Противостояние двух лагерей пока вылилось в многочисленные обращения в многочисленные инстанции. Но, впрочем, компромисс возможен. Как сказала Мария Елисеева, если вдруг власти предложат построить на Неклюдовском проспекте обычную двухполосную автомобильную дорогу, она сама встанет в один ряд с теми, кто выступит против. Тимур Гассин, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.